Тема сегодняшнего нашего занятия Блощади прямоугольных треугольников с рациональными сторонами Задача формулируется очень просто Возьмем треугольник с некоторыми сторонами А, В, С Прямоугольник А, В, С – рациональные числа Чему может равняться площадь этого треугольника? Например, может ли эта площадь равняться единице? Оказывается, при всей своей внешней простоте При своей естественности формулировки Эта задача не решена по сей день То есть, есть некоторая замечательная гипотеза Если удастся ее доказать То ответ у математиков есть Если же эта гипотеза не верна То ответа нет Таким образом, от некоторых трудных теорий И высших отделов теории чисел и алгебры Следует то, знаем ли мы ответ на этот вопрос Большинство математиков уверены, что гипотеза верна Но, тем не менее, она всей день не доказана Однако, для числа 1, для числа 2 И еще для некоторых чисел Задачу можно решить элементарно Более того, для числа 1 Эта задача была уже решена в 17 веке Пьером Херман И более того, это единственная из задач Когда от Херма осталось полностью написанное доказательство Дело в том, что, хотя Херман и был Выдающимся математиком своего времени Но, следуя традициям Следуя тому, как все было тогда устроено Практически все свои работы Он написал в виде писем Мерсен Мерсен – это человек, фактически основавший Академию наук И, соответственно, очень часто было написано так Я доказал, там, то-то, то-то И дальше примерная идея Или еще лучше Я умею доказывать Пусть, там, в такой-то и такой-то Признаются, что они это не умеют То есть ученые того времени были еще и немножко забияками Они вызывали друг друга на мат-бои Понимаете, их было очень мало И вот эти вот личностные отношения Тогда совершенно еще никаких того же журналов не было Кстати, все знают, чем занимался Мерсен Вообще-то человек потрясающий Вступил в переписку с всеми учеными своего времени Ребята, представьте себе сейчас Взять и даже при помощи электронной почты Заметите, у него кроме лошадей ничего не было Взять и вступить в переписку с всеми учеными Прелесть состоит в том, что действительно Через несколько лет выяснилось, что тот, кто не переписывается с Мерсеном Тот не ученый И попросил их присылать ему результаты всех своих научных работ А он переписывал их письма И рассылал всем, кому это было интересно То есть, заметьте, один человек Вел переписку по всем наукам С всеми учеными Про каждого знал, какой области науки тот интересуется И, соответственно, зря письма не писал А если получил письма по теории чисел от Ферма То он знал, кому эти письма надо отослать В результате этой деятельности возникла Парижская академия наук Ну и дальше уже, собственно, академия наук, институты, журналы И вся современная научная цивилизация Но это возникло во многом благодаря одному человеку Если бы не он, наверное, это, конечно, возникло бы Но явно существенно позже Так вот, повторяю Почти все, что осталось на карман Это намеки Такие вот замечания, что я это умею доказать Примерно так-то Которые руждаются в чрезвычайной тщательной расшифровке А вот в случае этой задачи Осталось подробно записанное решение Я сегодня расскажу вам почти это решение Но давайте не будем заморачиваться с историей математики Я буду рассказывать, естественно, абсолютно Как со современных мемеотерминов Значит, первое Обязательно выполняете теорию коммуника Второе Если площадь треугольника равна единице То мы должны написать Что А, В и С Третье А, В и С Рациональные числа Поэтому мы можем их привести к общему знаменателю То есть написать что-нибудь такое А это Х разделить на Т В это У разделить на Т С это З разделить на Т Где Т это не в трепе Общий знаменатель дробей А, В и С Давайте подставим эти выражения в уравнение Получим Х разделить на Т в квадрате Плюс У разделить на Т в квадрате Равняется З разделить на Т в квадрате И вот это вот равенство Естественно, записывается так Х разделить на Т умножить на У разделить на Т Уже Х, У, Т, З Это натуральные числа Про А, В, С мы уже можем забыть И в результате задача может быть сформулирована так Х квадрат плюс У квадрат равняется З квадрате Может ли при этом быть выполнено такое равенство Х умножить на У это 2Т в квадрате Уже Х, У, З и Т числа натуральные Давайте дальше упрощать эту задачу Если Х и У имеют какой-то общий делитель То мы его можем вынести за скобку Получится, что З делится на тот же самый общий делитель Ну и Т делится на этот же общий делитель Значит, может быть, все вынести Поэтому можно считать, что наибольший общий делитель чисел Х и У Это единица Точно так Если бы Х и З делились на какое-то общее настоящее число То на него бы делилось У Это безобразие Поэтому числа не только Х и У Но и числа Х и З Ну а также, естественно, У и З Эти числа все равно простили Так, уже немножко упростили задачу Так вот, мы решим задачу А именно, докажем, что такого не бывает Мы решим эту задачу методом бесконечного спуска Что это значит? Мы научимся Из одного решения Делать Меньшее решение Значит, вообще, давайте я объясню Что такое метод бесконечного спуска Для тех, кто не знает То есть, мы действуем методом аббратизма Предполагаем Что нашлись такие натуральные числа Х, У, З, Т Для которых все вот это выполняется И, предположив, что они нашлись Начинаем делать разные преобразования Это будет довольно долго Но не так уж и сложно В общем, я все это объясню потом Делаем, 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 делаем И в конце мы получим Аналогичные равенства Но для других чисел Которые будут меньше Чем те, что у нас здесь Это и называется Шаг бесконечного спуска Предположив, что у нас есть решение Мы с вами изготовим решение С меньшими числами Понятно, что ровно так же Можно будет из него изготовить решение С еще меньшими числами Из него с еще меньшими С еще меньшими С еще меньшими А дальше Естественную вещь мы говорим Невозможно натуральные числа Уменьшать бесконечно много Если вы взяли какое-то решение То даже если X, Y, Z Это какие-то миллиарды В миллиардной степени Все равно это конкретное Конечное число И уменьшая его Пусть даже много раз Мы все равно Когда-нибудь упремся Собственно, в начало натурального ряда Невозможно Спускаясь и все время По натуральным числам Сделать это бесконечно много раз Значит, все, что я сейчас должен сделать Анализировать Эту систему уравнений И найти решение С меньшими числами X, Y, Z, T Для этого, разумеется Я начну С первого уравнения X квадрат плюс Y квадрат Равняется Z квадрат Так называемые Пифагоровые тройки И выведу форму Которая Описывает Всевозможные Пифагоровые тройки Значит, ребята Смотрите Какие возможности Если X квадрат плюс Y квадрат Равняется Z квадрат То Возможны Такие ситуации Нечетная Четная Нечетная Возможная ситуация Сумма Нечетного И четного числа Нечетная Возможно Возможно Другая ситуация Четная Нечетная А здесь У нас Тоже Нечетная По сути Ничем не отличается После X и Y Переставится А вот дальше Интересно А возможно Вот такая Нечетная Нечетная Четная Или Возможно Такая ситуация Четная 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 Как вы считаете Зря Вы так считаете Я напоминаю Что у нас Числа Икс и Игрек Псаленно Простые Если У нас Икс и Игрек Оба делились На двойку То мы Из числа Т Тоже самое Двойку Были Вытащились Поэтому Нет Ситуация Четная 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 Невозможна Так Слушайте Если с этим Так плохо Скажите А возможно Ситуация НЧЧ Нет Не может Да Слава Хотя бы Это понимаете Хотя бы Это понимаете Уже счастье Так Так вот Оказывается Что начнем Ребята С такой Глемы Вот это Не бывает Вот эта Ситуация Невозможна Давайте Объясню Почему Какая Общая Формула Для Нечерного Нечерного Числа 2 И Дальше Смотрите 2 И И Для Четного Числа 2 Н Давайте Располним Сколько Получится 4 Н Квадрат Плюс 4 Н Плюс 1 Плюс 4 Н Квадрат Плюс 4 Н Плюс 1 Это 4 К Квадрат Все Четные Замечательно Но Давайте Мы 1 Плюс 1 Сложим 2 И Поделим На Двойку Обе Части Получится 2 Н Квадрат Плюс 2 Н Плюс 1 Потому что Эти 2 Единец Единец Двойки Взделись Получилось Единец Плюс 2 Н В Квадрат Плюс 2 Н Равняется 2 Квадрат Пятиворечек Левая Часть Нечетная А Правая Четная Значит Я Доказал Что Не могу К Быть Нечетными Числами А Гипотенуза При этом Быть Четными Числами Повторю Квадрат Нечетного Числа При Делении Даже На 8 Дает Остатки 1 Здесь Тоже Остатки Сумма Получается 2 Но Не Может Квадрат Четного Числа Дать Остатки 2 Потому Что Квадрат Четного Числа Он Придленен На 4 Всегда Дает Остаток 0 Итак Мы Доказали Что В нашем Случае На Самом Деле Или Так Или Так Понятно Достаточно Собрать Один Из этих Двух Случаев Потому Что Они Отличаются Только Истановкой Икса И И И И Стали Значит Я Могу Считать Без Ограничения Общенности Что Икс Число Нечетное Иг Четное И З Число Нечетное Я Теперь Сделаю Очень Настоящую Я Перенесу Один Из Квадратов В Другую Сторон И Просто Воспользуюсь Эформией Для Разности Квадратов Смотрите Иг Квадрат Это У меня З Квадрат Минус Икс Квадрат То Есть З Минус Икс Умноженное На З Минус Икс Давайте Дальше Смотреть Что Это Такое З Икс Числа Нечетные Поэтому Их Сумма Это Число Четное И Их Разность Это Тоже Число Четное Давайте Обозначим З Минус Икс Икс З Плюс Икс Это Тоже Какое-то Удвоенное Число Ну Давайте Например Я Напишу Здесь 2А А Здесь Напишу 2В А И Б Натуральные Числа Тогда Разумеется Это У меня Будет 4А В И Разумеется Из этих Двух Уравнений Я Легко Могу Икс 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 Вылезет Через А Икс Смотрите Складываю Эти Уравнения Почленно Получаю Что 2З Это 2А Плюс 2В Значит З Это Просто Напросто А Плюс Б Вычитаю Из нижнего Уравнения Верхнее Почленно Получаю 2Х Это 2В Минус 2А Значит Х Это Б Минус 2 Отлично Вы Помните Что Числа Х И З У нас Взаимно Просты Поэтому Числа А И Б Тоже Обязаны Быть Взаимно Просты В самом деле Если Б Чисел А И Б Б Б Б Какой Нетривиальный Общий Делитель То Тогда На То же Самое Число Делились Б И Числа Х И З И У Них Тот же Самый Нетривиальный Делитель Тоже Согласны Отлично Давайте Это Запишем Наибольший Общий Делитель А И Б Тоже Обязательно Равен Единице Да Кстати Еще Сразу Скажу А И Б Это Обязательно Числа Разной Четности Объясняю Почему Если бы они Оба Были бы Четные То Тогда И З И Х Были бы Четные А Вы Помните Что Это Не Не Так Поэтому Давайте Я Это Тоже Сразу Зафиксирую Итак А И Б Разной Четности То Есть Одно Из них Четное А Другое Нечетное Так Теперь Смотрим А И Б Взаимно Простые Числа При этом 4 А В Это У Квадрат В Каком Случае Вам Удаётся Разложить Квадрат Числа В В виде Произведения Четвёрки И Произведения Двух Взаимно Простых Чисел Когда Это Сами По себе Квадрат Согласны? Значит А Б Квадрат Потому Что Что такое Квадрат Это Значит Что Любой Простой Множитель В Разложении Простые Множители Входит В Чётную Степень Если У вас Есть Какой-то Простой Множитель В Числе А То Его В Числе Б Уже Не Будет Потому А И В В В В Чётные Показательства Степени Или Нечётные Зависит Только От Как Это Было В Числе А И То Самое С Любым Простым Множителем Числа Б Значит Пишем Следующую Мысль А Не Б Квадрат Очень Хорошо Значит Я Не Прав Написать Что А Это Квадрат Какого-то Числа Б Это Квадрат Какого-то Другого Натурального Числа И Здесь Продолжу Писать 4 У В Квадрате В Квадрате Наконец-то Можно Сформулировать Окончательную Минус Значит У Квадрат Это 4 У Квадрат В Квадрат Значит Сам По себе У Это 2 У В Х Ну Это Совсем Просто Это В Минус А То Есть В Квадрат Минус У Квадрат И З Это В Квадрат Плюс У Квадрат Значит У И В В Взаимно Простые Числа Причем Разной Чертности Ну А У Были Разной Чертности У И В У 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 Получили Формулу Для Пифагорных Троек Между Прочем Мы В Одну Сторон Сделали Но Вообще То Проверить Что Теорема Пифагорных Выполняется Для Этих Чисел Очень Легко Давайте Я начать Напишу Значит 2 У В Квадрат Плюс В Квадрат Минус У Квадрат Квадрат Провняется В Квадрат Плюс У Квадрат Квадрат Пожалуйста Раскройте Скорки Проверьте Что Это Действительно Так Здесь Будет 4 Квадрат В Квадрат Плюс В Четвертый Минус 2 В Квадрат Квадрат 2 2 Так Что Не Только В Одну Сторон Но И В Праг На самом деле Вот Это Вот Это Есть Явная Формула Для Всех Пифагорных В Отбросить Условия Что XY Взаимно Простые То Тогда Просто Надо Каждое Из чисел XYZ Умножить Еще На Какое-то Одно И то же Число Правильно Тогда Вы Получите Оформу Общения Для Всех Теперь Настало Время Вспомнить Что Мы Не Просто Решаем Задачу О Пифагорных Троек Но У нас Есть Условие X Умножить На Y Равняется 2 Квадрат Значит Я Я должен Устять Формулу Для Числа X Формулу Для Числа Y И Посмотреть Что У меня Тут Понимаете V Квадрат Минус У Квадрат Это Число В Я Умножаю На Y То Есть На 2 У В Умножаю На 2 У Долж Но Получится 2 D Квадрат Ну Понятно Что Надо Сказать У И В Числа Взаимно Просты Поэтому Разумеется Число У Взаимно Просто И Был с этой разностью И Число В Тоже Взаимно Просто С этой Разностью Значит На Самом Деле Чтобы Это Произведение Квадрат Нужно Чтобы Число У Число В Нужно Чтобы Тоже Были бы Квадрат Давайте Это Так И Запишем У В И Кстати У Квадрат Минус В Квадрат Тоже И У Квадрат Минус В Квадрат Это Все Какие То Квадрат Так Интересно Каких букв У меня сегодня Еще не было Например Для меня Не были Буквы Тарки Тихо Тихо Я сейчас Придумаю Что-то Интересное Например У меня Не были Вечки У меня Вечки Буквы Еще не Игра Только Квадрат Альфа Квадрат В Это Квадрат И Гамма Квадрат Это Опять Какие-то Натуральные Числа У Квадрат Минус В Квадрат Это Какой-то Квадрат В Это Какой-то Квадрат И У Это Тоже Какой-то Квадрат Ребята Я напоминаю Чем Мы На самом деле Занимаемся Мы Свою Пытаемся Начав С чисел Х З З Т Натурально Удовлетворяющим Всем Этим Условиям Получить Меньшие Числа Которые Тоже Будут Удовлетворять Аналогичный Систем Поэтому Мы Не просто Из Такого Интереса Выписываем Все эти А мы Ищем Когда Мы Найдем Такие Два Квадрата Что Их Сумма Будет Квадрат И Произведение Будет Удвоенным Квадратом То Есть У нас Не Просто Интересно К Этим Формулам А Мы Все Время Ищем Чтобы Были Квадраты У которых И сумма Были числа Были просто числа Их Слили Верой Числа Чтобы Сумма Их Квадратов Была бы Квадрат И произведение Было бы Удвоенного Квадрата На самом деле Мы Почти Нашли То есть До завершения Доказательства Осталось Очень 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 Но Я сейчас Специально Делаю Перерыв Нет Не Смысл Что Вы Все Встали Убежали А В смысле Что Вы Смотрите На Тошу И Пытаетесь Это Доделать Повторяю Больше 90% Работает Здесь Вам Осталось Буквально Несколько Слов Сказать Ах Эти Числа Такие Так Их Сумма Сумма Квадратов Квадрат Очевидным Образом Их Произведение Удвоенный Квадрат И это Тоже Понятно Ну и Держите Числи Ладно Пока Вы решаете Давайте Я Еще Немного Скажу Я В понедельник Получал Награду От Департамента Образования За то Что мой ученик Занял Одно Из Первых Мест Всероссийской Олимпиады Действительно Восьмиклассник Андрей Волгин Олимпиада Всероссийская Ну действительно Все замечательно Прихожу Дворец Молодежи Огромное Количество Там Вот готовлено Музыка Играет Шарики Развешены Всякие Артисты В общем Такое Мероприятие Вот И стоит На входе Металлическая Рамка И говорят Мне мрачным Голосом Показывайте Что у вас Суки Суки У меня Десять Пирожков Сяблока Вот Показал Я Что у вас Суки Выкладывайте Мобильный Телефон И ключи Выкладывайте Мобильный Телефон И ключи И иду Я через Эту Рамку Несчастье Мое У меня Скорее всего Ремень Был с металлической Пляшкой И говорят Мне Значит Разоружайтесь Полностью А я думаю Ремень Сейчас сниму Штаны С подруги Вот Кроме того Соображаю Что ботинки Тут нет С тоже С металлической Подковкой Ботинки Тоже снимать Надо Я им Говорю А можно Без стриптиза Обойдемся Давайте У меня паспорт Есть Я Предлашен На мероприятие Где мне Сейчас будут Вручать Давайте Ну нет Я в принципе Не против Раздеться Ну давайте Как-нибудь Ну организатор Же есть Да и тут Вроде Всякие знакомые Мои Есть Ну Вот Да Отвечают Мне Никаких Организаторов Я сам Она там Буквально Была В нескольких Мехах Ну слушайте Посмотрите В списках Я есть Или нет А дальше Потрясающие Вещи Она меня Нашла В списках Но Увидев Что я Пытаюсь Пролезть На это Мероприятие В обход Вертикали Власти Мне было сказано Что нет Теперь этот Не пройдет Сказано было Товарищем Охранником Соответственно Изменилась В лице Представитель Департамента Образования Потому что Она в лицо Гражданское А этот Охранник И действительно Я не прошу На этот концепт Не скажу Что Я По этому поводу Сильно плачу Потому что В общем У меня в жизни Есть чем Даниматься И В общем Без праздничного Концерта Я конечно Обойдусь Грамоту Мне вынесли То есть Она сбегла Но принципиально Важно Данимать Свои Общения Ребята Довольники Суть Очень много Департаментов Образований Не смогли Преодолеть Самого Что ни на есть Обычного Ратухая Понимаете То есть Празднование Которое Они хотели Обставить Как Такую Действительно Процедуру Там В Дворце Молодежи Вот Выяснилось Что По порядку Тюрем Понимаете И то Что меня Там Знают Организаторы Этого Мероприятия Недостаточно Для того А я даже Уже Соглашался Что Снимать Уже Пожалуйста Бог Смотрел Благодарю Вот А все равно Недостаточно Неласково Посмотрел На Ратухая Понимаете Когда Власть Стране Переходит К Охранникам Тюрем Эта страна Автоматически Не может Ни в науке Ни в производстве Понимаете Есть Огромная Пропасть Между Людьми Творчества Людьми Производства Есть Огромная Пропасть Между Даже Армии Между Прочим Всегда Была Огромная Разница Между Армейскими Офицерами И Тюрем Огромная Пропасть Потому Что Одно Дело Это Воевать С внешним Пропасть Другое Дело Это Выискивать Внуки Так Что Я Вот так Не попал На этот Самый Концерт Но Что Называется Осадок Остался И Главное Пострадал От этого Поверьте Не я А пострадаете От этого Все Вы Потому Что Когда На самом Безобидных Мероприятиях Власть Принадлежит В Духаре Это Очень Грустный Показатель Так Так Ладно С вами И Кам Принадлежит Принадлежит Подсказка Подсказка Вот это Уравнение Ничем Не хуже Этого Давайте Мы Напишем У Квадрат Это Гамма Квадрат Плюс В Квадрат Так Вы Помните Что Числа У и В Были Разные Чертности Были? У и В Разные Чертности Что Это Означает Вообще Какие Здесь Могут Варианты Если Вы Разные Чертности Может Это Нечетное Это Чертное Это Нечетное А Может Наоборот Это Четное Это Нечетное И Это Четное Вы Понимаете Что Вот Этот Вариант Не Губай Это Мы Сегодня Уже Обсуждали Да Сейчас Нет Нечетное 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 Так Еще раз Повторяю Еще раз Варианты Вот такие Нечетное Чертное Или Чертное Нечетное Это Правильно? Да Правильно Теперь Соображаем Что Тогда Будет Здесь Это Нечетное Это Четное Это Нечетное Если Это Четное Это Нечетное Здесь Должно Быть Нечетное Так Вот Этот Вариант Неправильный Потому Что Сумма Квадрата Двух Нечетных Чисел Не бывает Квадрата Все Это Замок Значит На самом Деле Ситуация Вот Так Число У Взаим Раст Поэтому Здесь Типичное Правнение И Мы Что называется Про него Все знаем Мы Понимаем Что Можно Написать Для чисел У Гамма И В Все Формулы В общем Все 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 Можно Написать Все Но Не Понимаете Смотрите Что У нас Есть Уже Сумма Квадрата Квадрата Это У нас Здесь Уже Написано Нам Бы Надо Чтобы Произведение Было Удвоенным Квадратом Произведение Гаммы И В Неплохо В Это Квадрат А вот К сожалению Про число Гамма Я Не могу Сказать Ничего Такого Не получается То есть Мы Конечно Молодцы Что Поняли Что У Гамма И В Такие Вот Нечетное Нечетное И Четное Но Что Дальше А дальше Мы Должны Те же Самые Форумы Которые Мы Написали Для Чисел Х Игра Изы Написать Для Этих Трех Чисел Сможем Или нет Давайте У Гамма В Значит Смотрите Что здесь написано Четное Число Это Двольное Произведение Чего Х Это Разность Квадратов З Это Сумма Квадратов Значит У У Это Будет Сумма Квадратов Пишу К Квадрате Плюс М Квадрате Гамма Нечетное Число Это Будет Разность Квадратов Разность Квадратов Это Будет Квадрат Минус М Квадрат В Это Четное Число Это Будет Два К М И Теперь Смотрите Что я Сюда Напишу У Это Альфа Квадрат В Это Бета Квадрат Если честно Гамма Меня Здесь Уже Даже Не так Интересует Давайте Я эти Райки Перепишу Еще раз Для того Чтобы Самым Самым Непонятным Стало Понятно Сумма Квадратов Чисел К и М Это Альфа В Квадрате Произведение Чисел К и М Это Квадрат Деленный На Вы Скажете Что Это Не Соответствует Этой Форме А На самом деле Абсолютно Соответствует Дело В Том Что В Это У Четное Число Поэтому Удвоенный Квадрат Это Как Раз Если Вместо В Написать Два Чего То Вместо Б Напишем Два В Большое Вот Делим На Два Получается Два В Большое Квадрат Значит Число К и М Удовлетворяет В точности Той же Самой Системе И Для Тому Чтобы Решить Задачу Окончательную Мы Всего Лишь Должны Проверить Что Эти Числа В Некотором Смысле Меньше Чем Эти Если Я Например Докажу Что Альфа Меньше Чем З Этого Уже Будет Достаточно Уверен Что С этим Мы Справимся Давайте Посмотрим Что У нас Есть Про Число Альфа Альфа В квадрате Это 2 2 В квадрате Плюс М В квадрате Хорошо Что Мы Знаем Про Число З Хоть Какая Форма Есть З Это У Квадрат Плюс В Квадрат Так Это Здорово Ребята Если Я Знаю Про Число Альфа Что Оно В квадрате Равняется У А Про Число З Я Знаю Что Это В В Квадрате У В Квадрате То Я Могу Написать Совершенно Понятное Цепочку Нерависть Значит Смотрите Альфа В Квадрате Это У Которая Меньше Чем В В Квадрате Плюс В Квадрате Просто Потому Что В Квадрате Натуральное Число А Натуральное Число Не бывает Больше Чем Квадрат А Это У Нас З Значит Не Просто Альфа Меньше Чем З Даже Альфа В Квадрате Меньше Чем З Я Доказал Что Если Мы Начали Такую Систему То Мы Пришли К Системе Которые Это Число Леньше Чем Это Остальные Я Даже Могу Натурировать Потому Что Понятно Что Если Вот Это Будет Все Уменьшаться То Процесс Бесконечного Спуска Рано Или Поздно Останавливается Все Мы С Вами Первую Из Сегодняшних Задач Именно Болг Мы Доказали Что Площадь Прямо Уголь Болг Прямо Уголь Не Может Равняться Единиц Сейчас Давайте Я Быстренько Сотру Все Эти Причем Мы Паримся Для Того Чтобы Напомнить Вам Формулировку Великой Теоремы Ферман Она Была Доказана В конце 20 Века Напомню Что Это Докое Х В степени Н Плюс У В степени Н Равняется З В степени Н Где Н Больше 2 Х Н Н Правильные Числа Такого Не бывает Так вот Ребята Давайте Я сейчас Посмотрю Это Утвердление Для Н Равного Четвертого Получно Х Четвертый Плюс У Четвертый Равняется З Четвертый Так Оказывается Что Единственным Сохранившимся До нашего Времени Случаем Когда Фирма Доказал Свою Великую Теорему Дошедшим Данным Доказательством Является В этот Случай Даже Для Тройки Фирма Доказательства Не Было И Впервые Идея Того Как Можно Было Доказать Доказательство Для Тройки Была Дана Леонардо Мейли Кстати Дея Очень Красивая Замечательная Вот Смотрите Я Сейчас Расскажу Как Связано Это Равенство С Нашей Сегодняшней Задачей Смотрите Рассмотрим Прямоугольную Тройки Статья Катик Х Квадрат И У Квадрат И С Гипотемузой З Квадрат Естественно Он существует Поскольку Есть Теорем Обратная Теорем Тифагора Если Сумма Квадратов Чисел Двух Равна Квадрату То Существует Соответствующая Прямоугольная Теория Так вот Ребята Чему Равна И У Х Квадрат И Квадрат И Квадрат Квадрат Пополам Значит Площадь Пятого Теугольника Это Половина Квадрата Мы Сегодня Обязательно Докажем Что Такого Не Бывает И Соответственно Получится Что Случай Уникать Теорем Теорем Для Четверки Будет Наним Решен Более Того Даже Если Здесь Напишешь Из Ра Квадрат То Тогда Здесь Квадрат И Чезнет Все Равно То же Самое Рассуждение Один Кознаму У нас С вами Пройдет Поэтому Методом Которым Мы Сегодня Работаем Можно Не Только Доказать Что Сумма Четвертых Степеней Натуральных Чисел Не Бывает Четвертой Степени Но И Доказать Что Сумма Четвертых Степеней Никогда Не Бывает Квадрат Оказывается Что Если Мы С вами Решим Мы Уже Доказали Что Площадь Не Бывает Равна Единице Согласны Не Бывает Равна Единице Так Вот Сейчас Мы Сделаем Аналогичную Задачу Докажем Что Площадь Не Бывает Равна Двойки Ну Или То же самое Доволь Понятно Что Если Все Размеры Увеличиваются Два Раза То Площадь Увеличивается Четыре А там Гипотенуза Z Или Z Квадрат Посмотри Когда Здесь Было Z В Четвертой Гипотенуза Была Z Квадрат Когда Здесь Стало Z Квадрат Гипотенуза Стала Z Ну Я понимаю Что это Немножко Хулиганство Все время Можно использовать В разных смыслах Но Ничего Ребята Я Сейчас Для Того Чтобы Разобраться С Великой Теоремой Тюрьмальной Случа Н А 4 Сделаю Следующую Максимально Расчищу Для Того Чтобы Вам Стало Проще Думать Давайте Уберу Все Вишнее Кстати Вот В этом Месте Давайте Подумаем Что А Кстати А все Остальное Потому что Остальные Формы Были У нас Только Для Уравнения Х Квадрат 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 Равни З Квадрат Понимаете Давайте Я напомню Вообще О чем Там шла Речь Мы Говорили Что Есть Преугольный Треугольник Сторона Х Разделить На Т Игрик Разделить На Т И З Разделить На Т И Х И З Д Натуральные Числа А он Был У него Прямок И Сейчас Вопрос Может ли Площадь Какого-то Ругольника Равняться Двойке Давайте Писать Х Разделить На Т Умножить На Х Разделить На Т Все Это Дво Может ли Равняться Дво Так Я Еще Раз Повторяю Рассматрив Задачу Про Двойку Или Про Одну Вторую На Одно И Тоже Потому Что Изменив Все Размеры Треугольника Два Раза Вы Меняете Его Площадь Четыре Раза То же Самое Если Здесь Написать Не Двойку А Двойный Квадрат То По Сути Задача Не Изменится Потому Что Изменив Все Стороны Треугольник В это Количество Раз Вы Видите Соответственно Площадь Квадрат Так Смотрим Здесь Двойка Стоит Практически Здесь Делить На 2 И Мы Получаем Такое Равенство Х На У Это 4 Д В Квадрат Ну Ребята Если Честно Немножко Лень Думать А Нет Не Лень Не Лень Из Чисел Х Обязательно Хотя Одно Будет Четное Это Мы Сегодня Уже Проходили Что Сумма Квадрат Не Четных Чисел Поэтому Действительно Обязательно Четное И Нормально Пишу Х Игрик 4 Т Квадрат Я Просто Думал Можно Взять Не 4 Т Квадрат А Т Квадрат Но Понял Что Бессмысленно Потому Что Все Равно Немножко Четное Число Так Значит Получили Такую Задачу Она Абсолютно Так же Решается Как Предыдущая И Делаю Я Это Только Для Того Чтобы Вы Сами Руками Что То Сделали Значит Все Что Нужно Написано Я Сейчас Стираю 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 Значит Вы Должны Ребят Я Очень Пошу См Вы Должны Получить Сейчас Тимоничек Пожалуйста Если не Сделаете Я Расскажу Но Давайте Я вам Дагерю Минут Десять На то Чтобы Все Таки Разобраться Значит Работа Простая Перечитывайте Предыдущие Формулы И смотрите Как Можно Их В нашей Ситуации Переписать Там Чуть Чуть Вот Просто Ну Совсем Совсем Небольшие Дни Сейчас Делаем Очень Простую Вещу Написано Вот Это Равенство Их Игрек Равен Четыре Д Квадрат Таки Давайте Списать Икс Игрек Пишу В Квадрат Минус У Квадрат Умножить На Два У В Равняется Число Четыре Д Квадрат Здесь Конечно Чуть Чуть Сложнее Чем Было В прошлом Случшем Потому Что В прошлом Случае Здесь Была Просто Бойка Скрасилась А Сейчас Будет Так В Квадрат Минус У Квадрат Умножить На У Умножить На В В Это на Я. Значит, двойка точно не идет сюда. Дальше два варианта. Эти два варианта надо просто выписать и рассмотреть. Значит, пишем. Первый вариант такой. Число У является четным квадратом, потому что у меня эти числа взаимно простые. Число В является просто квадратом и, соответственно, это тоже квадрат. Пишу. В в квадрате минус У в квадрате. Это какой-то квадрат. У это удвоенный квадрат. В это просто какой-то квадрат. Вот это вот один случай. Теперь второй случай. По-прежнему В в квадрате минус У в квадрате. Но на этот раз У это квадрат, а В двойный квадрат. Давайте соображать, что у нас есть. Значит, если В двойный квадрат, то это число черное. Соответственно, здесь тоже самое. Я должен написать, что это число черное. У и В разные черности, поэтому гамма будет число обязательно не черное в этом случае. А здесь наоборот. Не черным будет число В. Так вот. Смотрим на эти равенства. Значит, давайте в привычном нам виде запишем. В квадрат это У квадрат плюс А квадрат. И здесь то же самое. В квадрат это У квадрат плюс А квадрат. Значит, смотрите. В число четное. Здесь написано, да? У число нечетное. Ну, значит, Альфа тоже должно быть числом нечетным. Что мы получаем? Сумма квадрата двух и четких чисел является квадратом. Такое бывает, но у меня нет. Значит, этот вариант я должен перечислить. Соответственно, нужно разбирать исключительно первый п. В квадрат это У в квадрате плюс А в квадрате. Причем, внимание, что у нас здесь. У это число черное. Соответственно, значит, В нечетное. И Альфа будет числом нечетным. У и В взаимно косты и числа. Значит, я имею полное право для этого уравнения В в квадрат равняется У квадрат плюс А в квадрате. Написать те самые формулы, которые сегодня уже у нас были. Напоминаю, что это за формула. Значит, что В это сумма квадратов, У это удвоенное произведение чисел К и Н, Альфа, это разность с квадратами. Очень хорошо. Очень хорошо. Сейчас надо просто-напросто соображать, что из всего этого будет связываться. А следует, видно, что В это не просто сумма квадратов. В это, то есть, тогда, гамма квадрат. В это гамма квадрат. Поэтому мы видим, что сумма квадратов чисел К и Н это квадрат, а это в точности то, что нам сегодня надо, да? Теперь посмотрим на произведение чисел К и Н. 2 К и Н это У. Но У это у нас, между прочим, 2 Б в квадрате. Квадрат, пишу, это 2 Б в квадрате. Правая квадрата, мне вообще информация, на самом деле, не нужна. Я получаю следующее простое равенство. Произведение чисел К и Н это квадрат. Ну, правда, здесь стоит удвоенный квадрат, но это совершенно не страшно, потому что вы помните, что такое гамма. Гамма, это у нас с вами нечетное число, поэтому вот эти числа должны быть разной четности, поэтому К и Н обязательно четное, поэтому на самом деле здесь надо написать вот так вот, где выявлено как правильное число, и это как раз и будет учитывающим квадрат. Мы начали с такого равенства, пришли к такому и к такому. Это как раз то, что надо. Теперь, так же, как в прошлый раз, нужно объяснить, почему произошло уменьшение. Ну, давайте посмотрим опять на гамму и на З. Я думал, что у нас все получится. Значит, смотрите, что такое гамма квадрат? Гамма квадрат – это В. Так, теперь надо смотреть формулу для З. Да вот это. В меньше, чем В квадрат плюс Ку квадрат – это З. Так же, как можно сказать. В этом нет просто никакой разницы. Таким образом мы доказали, что и двойка площадь треугольной треугольной, как бы и множество. Значит, на этом рассказ про эту задачу я остановил. На самом деле можно было в таком же духе еще о некоторых числах, но, что сказать, разницы никакой, а главное, что, к сожалению, до конца дорешать задачу о площадях на этом элементарном пути не получается. Вышла брошюра для школьников по одной из лекций малого махмата «Два математика. Острый и слазный». Не знаю, если я, в котором мы прочитали две лекции. Эти две лекции были объединены по одним прошлом. Там подробно рассказано о вот этой задачи. Правда, как раз вот эта элементарная часть там не разорвана абсолютно. Потому что они рассказывали, наоборот, с позиции современной науки и рассказывали о нерешенной части задачи, о том, как вот это вот все связано с гипотическими кривыми, ну, в общем, именно с позиции настоящей серьезной гипотической науки. Там все написано. Так, кому понравилась сегодня вот эта элитарная часть, можете зайти на сайт с сценера, потому что скачать там эту брошюру и почитать найдется там много действительно интересного.